Здравствуйте, граждане! Жил себе да поживал некий гражданин в Румынии. И вот однажды, находясь на вокзале, он решил выяснить, далеко ли поезд. В голове созрел гениальный план, надежный, как швейцарские часы. А именно, гражданин прилег на рельсу, приложил ухо и начал слушать. И вот тут как-то непонятно, то ли слух подвел, то ли поезд подкрался незаметно, но гражданин сыграл в ящик, причем самым нелепым образом. Одним словом, Румын. Кстати, этот сверхразум получил премию Дарвина, посмертно. Награда эта выдается не абы кому, как какой-нибудь там Оскар, а вполне себе конкретному индивиду, который сумел самым нелепым и самым неадекватным способом выпилить себя из жизни. Для нас с вами, адекватных граждан, это отличный пример того, что бывает, если пренебречь техникой безопасности, здравым смыслом и инстинктом самосохранения. К сожалению, в реальной жизни страдают не только отбитые на голову идиоты, но и адекватные граждане. Например, вышли вы из магазина, а на улице валит снег, ну или льет проливной дождь. И вот неудачно вступили на крыльцо, и пожалуйста, растяжение, выбег или того хуже, перелом. Это очень больно и неприятно. Иной раз вообще можно безвозвратно лишиться здоровья. Собственно говоря, поэтому на ступенях, особенно из керамической плитки или гранита, устанавливаются специальные прорезиненные накладки. Вы их видели. Это специальный металлический профиль, внутрь которого вставляется резинка. Казалось бы, пустяк, а жизнь человека бережет. Однако, установить такую конструкцию вопрос отдельный. Вот смотрите, сколько времени у вас улетит. Для начала нужно подогнать длину профиля под ступень. Затем нехило так поработать перфоратором, просверливая отверстие. Ну а после закрепить это дело дюбель-гвоздями. Со временем дюбель-гвоздь расшатывается, и расшатывается само отверстие. Из-за чего профиль отлетает. Поэтому приходится свелить новое отверстие и крепить по-новому. Это все не очень приятно. Не говоря уже о вопросе эстетики. Вот представьте, как будет выглядеть красивое мраморное крыльцо с этими профилями. К счастью, есть более простой и эстетичный способ сбереть человеческую жизнь. Компания Теза выпускает специальные противоскользящие ленты. Вот такие и не только такие. Обращали ли вы внимание, когда спускаетесь по лестнице, что на ступенях присутствуют странные черные полосы. Узенькие такие. Так вот, это тоже противоскользящие ленты. Ленты эти разные, под совершенно разные задачи. Например, те, которые мы видим с вами в повседневной жизни, в различных магазинах, больницах и прочих административных зданиях, имеют свой определенный формат. А именно, узкая ширина 25 мм. Неприметный цвет, который сливается с плиткой, на которую он нанесен. Например, черная, серая или белая. И, конечно же, посыпка из мелкого абразива. Его вполне достаточно для выполнения своих задач, так как обычно люди ходят в чистой обуви. Купить их, кстати, можно в любом крупном строительном магазине. Поехали, если вам это интересно. Намотка там составляет 18 метров. А вот эта лента и ее сородичи – вещи совершенно иного порядка. Вот есть у нас, скажем, завод. И как на любом заводе, там есть разнообразные коммуникации. Их много, их надо обслуживать. И для этого там специально установлены разнообразные ходики, трапы и, конечно же, лестницы. Работа в таких условиях сопряжена с огромным риском. Человеческий организм вообще штука хрупкая. Обычно многого и не надо, чтобы до конца жизни потерять здоровье. Или вообще этой самой жизни лишиться. Все подходы к коммуникациям, то есть различные лестницы, трапы и ходики, выполнены обычно из металла. Цветного или черного. Материалы эти вполне себе скользкие. Особенно, когда из этих самых коммуникаций начинает капать всякое. Очень велик шанс того, что рабочий попросту поскользнется и сверстится прямо с лестницей. Потеряет здоровье. Именно для таких условий были разработаны вот эти ленты. Они, кстати, от сороличей отличаются кардинально. Обратите внимание, что ширина составляет уже 50 мм. Раскраска особая, которая помечает опасные зоны для рабочего. Очень толстая основа из ПВХ, износостойкая, конечно же. И обязательно посыпка из крупного абразива, который будет очень надежно и крепко удерживать вашу обувь. С обратной стороны нанесен качественный акриловый клей. Я уже рассказывал, что акрил материал очень-очень прочный. Он не боится погодных условий, то есть расширения сжатия материалов, различные осадки. Он не боится также и разнообразных растворителей, которые в большой массе присутствуют на производственных предприятиях. Вообще, промышленные противоскользящие ленты делятся на два крупных подвида. Ленты сосновой из ПВХ и вот такие сосновой из алюминия. Ленты сосновой из ПВХ замечательно приклеиваются к плоским поверхностям, разнообразным видам гранита, керамической плитки, металлам, пластикам и прочему-прочему. Однако, на производстве чаще всего применяются специальные рифленые листы, ну из алюминия, например. Вот, для примера, лист алюминия со специальным рифлением, называется квинтет. Именно такие листы чаще всего встречаются на различных лестницах и трапах в промышленных зонах. Если мы попытаемся на вот такую рифленую поверхность нанести противоскользящую ленту на основе из ПВХ, у нас вряд ли что-то получится, потому что из-за этого самого рифления лента не сможет плотно прижаться к поверхности. Под клей, под саму ленту будет забиваться грязь, она будет задираться из-за ног рабочих, и в конце концов попросту отвалится. Работу свою она не выполнит. Именно для этого была придумана противоскользящая лента на основе алюминия. Вот такая. Так как алюминий, материал очень податливый и легко формуется, сейчас я вам это и покажу. Заодно объясню, как правильно эти ленты наносить. Ленты нужно наносить при определенной температуре от 18 градусов по Цельсию. Однако, опытные граждане, которые занимаются профессиональным монтажом вот этих вот лент, придумали хитрый способ. Они используют промышленный фен. Нагревают поверхность, подготавливают ее и наносят ленту. В целом, метод рабочий. Теперь, что касается подготовки поверхности. Нам ее нужно обезжирить. Обезжиривание производится с помощью изопропилового спирта с водой. Если его нет, применяется водка. Далее, я обычно рекомендую использовать праймер для улучшения адгезии с поверхностью. Ну так, на всякий случай. Обращаю ваше внимание, что праймер обязательно должен быть от того же производителя, который произвел ленту. Это очень важно и гарантирует результат. В нашем случае мы применяем праймер Теза 60-153. Быстросохнущий. Растворитель испарился и можно приступать к нанесению. Один важный нюанс. Если вы используете ленту на основе из ПВХ на плоской поверхности, то вам нужен только прокатный ролик. То есть, вы нанесли ленту и прокатали. Если же у вас, как в нашей ситуации, металл рифленый и лента на основе из алюминия, вам необходимо запастись резиновой киянкой. У меня она, кстати, есть. Отмеряем нужную длину. Вообще, ленту эту можно рвать руками. Я это и буду делать. Но лучше всего для эстетического вида вам нужно использовать ножницы. Напоминаю, что у лент идет защитный лайнер. Ни в коем случае не касайтесь пальцами клеевого слоя. Это его нарушает, его портит и лента будет плохо держаться. Используем молоток с резиновой набойкой. И начинаем простукивать по ленте. За счет самой резиновой набойки и основы из алюминия, лента максимально плотно ложится на поверхность, повторяя ее контуры. Вот обратите внимание, не знаю, как будет сейчас видно или нет, но вот разница между нанесенной просто лентой, предположим, что она на основе не из алюминия, а из ПВХ, и лентой, по которой мы прошлись резиновым молотком. Она принимает точные формы поверхности. После нанесения ленты прочность соединения без праймера составляет порядка 30%. С праймером порядка 50-60%. Полная прочность набирается после 24 часов. Ленты эти очень долговечные, однако точный срок сказать невозможно, так как все зависит от того, какое количество людей проходит по месту, где будет нанесена эта самая лента. Заинтересовались? Добро пожаловать в комментарии или ко мне на почту. Она у нас в описании. Я дам полную консультацию по материалу, его наличию и, конечно же, цене. Ну а в целом, граждане, на сегодня это все. До свидания.